На самом деле проблем электричек уже не один год. В 2011 году все полномочия по организации пригородных перевозок были переданы регионам, в том числе полномочия по компенсации убытков. Но не все субъекты федерации оказались к этому готовы. Так начался спор между перевозчиком и властями. Многочисленные переговоры, противоположные комментарии в СМИ и угрозы пойти на крайние меры. В Лагодской области еще в 2012 году начали исчезать первые электрички, а в этом году их не осталось вовсе. В результате за три года были отменены 22 поезда. И так дело развивалось не только на Вологодщине. По всей стране, по словам специалистов, с 2011 года были отменены более 800 поездов. Ситуация накалилась до предела, ведь пострадали в результате простые россияне. Люди собирали подписи, грозились выйти на митинги и пикеты, кое-где действительно начались протестные выступления. Многолетнее и безрезультатное отфутболивание проблемы от одной стороны конфликта к другой накануне прекратил президент страны. Несколькими весьма суровыми фразами. Перестали ходить электрички в регионах. Вы что, с ума сошли, что ли? Послушайте, это просто даже не серьезный подход к делу. Это же касается тысяч людей. Владимир Путин поручил вернуть электрички немедленно. Довольно быстро отреагировала северная пригородная пассажирская компания. Движение поездов в Вологодской и Костромской областях возобновится уже завтра. У нас пойдут поезда в направлении Буя. Вологда-Буй, Буй-Вологда. Две пары поездов. В направлении Вожиги. Вологда-Вожига, Вожига-Вологда. Одна пара поездов. В направлении Череповца. Вологда-Череповец и Череповец-Вологда. Но второй поезд пойдет уже 7 февраля утром. Также снова начнут совершать полноценные рейсы пригородные поезда Коноша-Вожига-Вожига-Коноша. Ранее их маршрут был ограничен территорией Архангельской области. Расписание электричек на все направления осталось пока декабрьское. По словам пассажиров, не самое удобное. Но и чтобы его восстановить, перевозчику пришлось приложить немало усилий. Например, оперативно заново подогнать графики движения. Также пришлось оперативно вызывать сотрудников на работу, ведь машинисты уже были переведены на грузовые составы. А пригородные кассиры, их около 68 человек, получили уведомления о сокращении с 1 апреля. Многие из них к моменту принятия решения о возвращении электричек находились в отпуске. Зато электрички пока еще не успели перевезти в другие пригородные компании. Составов в Данилове дожидаются своего часа. Но за какую сумму поедут в этих поездах в Алакжане, пока непонятно. И поедут ли. В декабре власти пошли на отчаянные меры. И региональная энергетическая комиссия установила неподъемный для многих тариф – 52 рубля за 10 километров. Исходя из такого расчета, поездка до Череповца может обойтись больше, чем в 600 рублей. Сегодня в правительстве состоялось закрытое совещание. Но изменится ли что-нибудь завтра – неизвестно. Неизвестно и как разрешится вопрос с убытками и полномочиями. Ведь проблема никуда не делась. Но по словам представителя перевозчика, обе стороны готовы к диалогу. Дарья Анфиногенова, Игорь Трифонов. Новости Вологды.